С творчеством я столкнулся еще с самого детства, когда отец мой, Нурей Якубов, он живописец, художник. Еще с малых лет я увлекался его делом, то есть брал, пытался кисточки в руки, портил ему картины. Потихоньку, где-то к шести годам, я уже начал его просить, чтобы он мне как бы дал кисти, краски, чтобы я что-то сам попробовал. Но мне очень не хватало на то время усидчивости, до того бросал, что заново садился, может быть, через месяц, через два. Учился я здесь же, в Старокрымской нашей школе, номер два, Крымско-Татарская школа. Обычная образовательная школа, но с усиленным, с направлением усиленным на изучение крымско-татарского языка, культуры, национальных традиций. После окончания школы я через два года только поступил в университет, в Симферополь, Крымский инженерно-педагогический университет, на факультет искусств по направлению декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Никогда сам по себе бы я, например, не дошел бы до того, чтобы попробовать гончарное искусство или же витражное, потому что я как бы никогда не видел себя в этом. Попробовав, я, меня, так скажем, это немножко зацепило, меня заинтересовало, вот эта вот игра цветов, стекла, блики, вот эти вот яркие, насыщенные, так скажем, фактура стекла, вот эта, меня очень сильно это затянуло, я начал это практиковать. Поступивши в университет для изучения живописи и рисунка, я в итоге, окончивши университет, нашел себя в витражной росписи. Также еще я увлекаюсь таким узким направлением, это резьба по дереву, элементы интерьера в этническом национальном стиле. Я мастер росписи, витражной росписи в национальном крымско-татарском стиле, крымско-татарский орнамент. Вот, я по сей день его изучаю, то есть это очень сложная, так скажем, наука, большие смыслы, да, заложенные в наших орнаментах. Почему я использую именно крымско-татарский орнамент? В связи с запретом на изображение животных, живых существ в исламе, крымско-татарские мастера научились передавать эти смыслы, зашифрованные смыслы в орнаментах. Орнаменты применялись различные, то есть это геометрические, растительные, эпиграфические, также зооморфные. Моя мастерская это место не то чтобы работы, это может быть место работы. Отдыха даже, то есть работать я могу с раннего утра до поздней ночи, то есть это бывает от того, что нужно либо срочно что-то сделать, либо потому что просто хочется. Особенно бывает это когда что-то новое сделал, какую-то новую работу, новый орнамент внедрил, разработал. И просто вот я когда работаю, просто уже глубокая ночь, но я хочу как бы добить до конца, последнюю деталь наделать, чтобы побыстрее увидеть, что получилось, так скажем, успокоиться и спокойно пойти отдыхать. Заходя в мастерскую, начав работу, взявшую в руки инструмент, я забываю обо всем вокруг, что меня тревожит. Конолар, столики, именно крымско-татарские, с резьбой самое главное. Это зеркала, обрамленные в раму, также с резьбой национальной. Резьба может быть как и растительная, так и геометрическая, так и эпиграфическая. В некоторых работах я использую каллиграфию, исламскую, арабскую. И на сегодняшний день очень много интерьеров, в которых есть мои работы, я очень этому рад. После депортации крымско-татарского народа очень большой пласт культуры был уничтожен. Мы, современные мастера, сегодня, мы должны, просто обязаны это все восстанавливать своими силами. То есть художники, мастера, писатели, музыканты. В своем творчестве я больше всего ценю то, что это, во-первых, связь с нашими традициями, которые были утеряны. То есть связь возрождения. Я понимаю то, что я один из тех мастеров, кто занимается восстановлением нашей культуры. Мы, мастера, как бы помогаем людям, нашему народу это все не забывать, помнить и добавлять национального колорита в свои дома. Мне самому 24 года. Как бы я к этому времени уже женат, есть ребенок. Вот сын, я как бы уже, так скажем, с нетерпением жду, что когда он подрастет, он будет моим, так скажем, основным помощником. Моя семья для меня это, в первую очередь, мотивация расти, двигаться дальше, работать. Опять же, возрождать наше искусство, то есть воспитывать детей в этом духе, передавать знания. И секрет успеха, секрет успешных работ, я так считаю, наверное, все-таки в политических людях, которые меня окружают. То есть это отец, мать, это моя семья, то есть жена, мой маленький сын. Моя мечта это, чтобы в абсолютно каждом крымскотатарском доме находились работы крымскотатарских мастеров, связанные с нашей культурой.